Цветы, фрукты, овощи, носки в ассортименте. Приобрести на Донской можно все, что угодно, не заходя в магазины и торговые центры. Среди продавцов и местные жители, которые продают собственноручно выращенную продукцию, и реализаторы, которые устраивались на такую работу, заведомо зная, что она нелегальная. Елена Худинова, одна из них, в Сочи перебралась недавно, утверждает, что официально трудоустроиться не смогла, а между тем в сочинском центре занятости тысячи вакансий. Сотрудники управления административной инспекцией по всем фактам составляют протоколы. Нарушением считается не только вот такая выносная торговля, но и торговля за пределами ларька. Выставлять ящики с овощами на тротуар запрещено. Штраф на физлиц до 3000 рублей. А вот Елена Худинова заплатит 5000 за повторное привлечение. Для индивидуальных предпринимателей штраф на порядок выше 10 тысяч, на юридических лиц 50. Управление административной инспекцией занимается соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания на всей территории города Сочи. Это касается нарушений в части законодательства не только незаконной торговли, но и все, что касается нарушений в части строительства, выбрасывания мусора. Наводим чистоту на территории города. С начала года управлением административной инспекцией составлено более 6 тысяч протоколов. Это по городу Сочи по всем районам. Работа продолжается ежедневно. На Донскую административные инспекторы обещают вернуться еще не раз. Административные протоколы будут составлены как на новых нарушителей, так и на тех, кто продолжает нарушать. Напомню, они будут оштрафованы в двойном размере.